Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новость Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Партнер программы «Новости» – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». И смотрите сегодня выпуски. От слов к делу. В Просторном новый асфальт. Боремся с водорослями. Синёк и Анапа прощаются до следующего лета. С тех пор, как в поселке Просторном совхоз перестал создавать инфраструктуру, больше никто не пытался вернуть этот уютный уголок цивилизованной жизни. Да и ладно бы на окраинах его, а то в самом центре, где расположены социальные объекты и куда приезжают депутаты с обещаниями. Месяц назад в поселковую школу приехал глава курорта Сергей Сергеев, чтобы обсудить объемы предстоящего ремонта в учебном заведении, которое готовится к юбилею. Но оказалось, что не только школе нужен ремонт, но и центральной площадке поселка. Такой неприглядной, что представить большой праздничный юбилей в таких условиях просто невозможно. Сергей Сергеев раскрыл перед директором школы перспективный план. Вот благоустройство сделаем, газ в поселке есть, вода есть. Сейчас в начале июня сделаем здесь благоустройство. Мы уже конкурс объявили. Заасфальтируем, чтобы был центр на центр похож. И сегодня, как и обещал глава города, асфальт пришел в поселок. Начиная с 1991 года, наша дорога не ремонтировалась. Состояние было, конечно, аварийное, ужасное. Ямы, во время дождя приходилось даже галоши людям одевать до автобуса, чтобы обувь была чистая. Колдобины. Минувшие выходные ремонт дороги завершился. Все по технологии. Три слоя. Отсыпка щебнем, асфальтобетонная подушка и ровное асфальтовое покрытие. Благодаря нашему мэру, я думаю, что он решающую роль сыграл, дорогу нам сделали. Власть в последнее время очень сильно обратилась к нашим поселкам, к селам, к поселкам. Она прямо обратилась лицом, как говорится. И приехал к нам и наш мэр, посмотрел, оценил обстановку. Посмотрел, видит, что да, в самом деле очень аварийная дорога. И благодарны мы, большая наша благодарность от всех жителей. Жители поселка слышали обещания от многих и много лет. У нас сейчас цивилизация, мы почувствовали это прям. Вы знаете, если я вечером сюда прихожу, я радуюсь. У нас дети здесь радостные такие, они катаются. Они следят за транспортом, чтобы транспорта больше. В общем, благодать наступила. У нас такого не было давным-давно. Я вот здесь 25 лет живу. И вот такую вот красоту. В общем, спасибо большое нашей администрации, города и всем, кто потрудился над этим. Центр поселка теперь выглядит, как настоящий центр. Правда, не хватает в поселке хорошей спортивной площадки. И этот асфальт стал основной ареной для любителей скейтов и велосипедов. Дети вечером. Тут у нас целый парк теперь, зоопарк. И на досках, и на роликах. Значит, есть простор и для реализации депутатских планов. Только хотелось, чтобы вспоминали они о людях чаще. И не только на словах. Теплая погода сделала свое дело. На пляжах курорта наблюдается выброс комки. Но к работе с ней готовы. Когда на пляжах становится безлюдно, выходит техника для очистки прибрежной полосы от водорослей. 400 тонн на четверых рабочих и 4 единицы техники. Таков результат ежедневной уборки пляжей сотрудниками МОП «АКУ». Большой выброс комки случился накануне выходных. Поэтому с четверга бригада выходит в ночной рейд. Этот раз захватил участок от ЖМТ и до первого проезда где-то. Сегодня уже лежит. Центральный пляж еще не захватил. Температура повысилась в воде. И она тут разрастает интенсивно. Потому что тут течения нет. А заводь такая. И для ней была приятная среда. Ночная уборка позволяет на полную использовать технику. Комку сначала вытаскивают на берег. Вода уходит обратно в море. И начинается погрузка возрастей. Согребаем, вот как вы видите, такие вот кучи. И вывозим машинами на свалку. Работаем только ночью. Днем люди. Днем тут нигде не проедешь. Не пройдешь, народу полно. Главное для специалистов предприятия, чтобы отдыхающих встречали чистые пляжи. И они увозили из Анапы только положительные эмоции. Кстати, если разумно подходить к такому подарку моря, можно отлично лечиться. Еще в 1886 году городовой врач Анапы Александр Писаченский описывал лечебные свойства комки. Он использовал наши водоросли в лечении ревматизма и суставных опухолей. Практику позапрошлого века сейчас используют для лечения в санатории Анапа. Власть Анапы хотят обеспечить интернетом каждый дом. Сегодня новый провайдер провел разводку оптоволоконного кабеля почти в две сотни домов в микрорайоне Алексеевский. На подходе станица Анапская. Особенность работы компании – долгожданный интернет. Пришел в частные малоэтажные дома. Но главный плюс захода на курорт – нового поставщика услуг. Обеспечение высокоскоростной связью всех сельских социальных объектов. В начале 2015 года администрации города Крутоанапа с ООО интегрированной системой связи было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве по улучшению предоставления услуг связи жителям города Крутоанапа. В рамках данного соглашения первым этапом идет подключение пользователей интернет, это жители станицы Анапской. Вторым этапом идет село-субцех у нас. Также в рамках данного соглашения у нас предусмотрено взаимодействие в рамках программы «Безопасный город». Это подключение школ, детских садов, сельских администраций в общую сеть муниципального образования, то есть администрации города. Как рассказывают специалисты отрасли связи, такой технологии в Анапе пока никто не применял. Еще бы специалисты, работающие с оптоволокном, свои силы уже попробовали на оснащении северных месторождений. Теперь вот осваивают сторону южную. Наша технология нацелена на 20-летнее будущее. Сейчас позволяет передавать в абонентском потоке 2,9 гигабит в секунду. Одна санкционная часть предназначена для подсоединения 512 абонентов. Игорь Владимирович рассказал, главное, чтобы у сети были потребители. Тогда и сотрудничество у муниципалитета и компании будет многолетним. Качество услуг будет расти, а тарифы снижаться. Кубань – край воинской и ратной славы. В Анапе побывали участники автопробега по городам боевой славы. Анапа пережила такую эпоху войн. Столько было пролито крови на этой земле. В Краснодарском крае прошел автопробег по местам боевой славы Кубани, посвященный 70-летию Великой Победы. Краснодарская организация «Российский союз ветеранов Афганистана» поделилась с нами, что такие мероприятия учат нашу молодежь чтить и помнить историю Отечества. Наш город стал первым пунктом на маршруте следования автопробега. Анапа заслужила звание города воинской славы. И, конечно, мы проводим этот концерт в памяти вашего земляка, который трагически погиб в прошлом году, Павла Сергеевича Саркисяна, который длительные годы возглавлял организацию инвалидов войны в Афганистане. В сквере воинской славы состоялось возложение цветов к вечному огню и памятнику воину-афганцу. Следом на театральной площади прошел концерт народного самодеятельного коллектива ветеранов боевых действий «Шурави». Его участники исполнили военно-патриотические песни. Веларь, войсок, лапи, гасни! Веларь, всего, дорогие мои шурави! В городском театре прошла торжественная церемония закрытия 13-го Всероссийского фестиваля конкурса детских и юношеских коллективов «Синёк» и «Анапа». Стали известны имена его дипломантов и лауреатов. На протяжении трех конкурсных дней юные артисты соревновались в умении петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Членам жюри было нелегко выбрать лучших. Церемония награждения получилась яркой и богатой на положительные эмоции. Первыми заслуженные награды получили победители в номинациях инструментов. Ментальное и исполнительское, и декоративно-прикладное творчество. За ними дипломы и хрустальные статуэтки дельфинов, символа «Синёка» и «Анапы» получили ребята из номинации «Эстрадный вокал». За кулисами наша съёмочная группа ощутила немалое волнение. Анапские коллективы готовились к своему выходу. За кулисами большое волнение. Все стараются, чтобы их выступления прошли гладко, как по массу, чтобы всё было идеально. Я очень люблю выступать в этом коллективе. Мне нравятся его песни. И я хочу, чтобы этот коллектив на этом конкурсе занял призовое место или гран-при. В каждой из номинаций наши артисты взяли по несколько наград. В номинации «Народное пение» солисты ансамбля «Соловейка» стали лауреатами 1, 2 и 3 степеней. Гран-при конкурса также завоевал ансамбль «Соловейка». В качестве подарка участники коллектива получили ноутбук. Об этой семье соседи любят говорить, но только хорошие. Яськовы пользуются уважением среди жителей улицы 40 лет Победы. Наша съёмочная группа навестила семью Яськовых накануне праздника семьи, любви и верности. По праздникам за столом собираются сразу три семьи. Дети у Людмилы и Андрея Яськовых уже выросли. Своими семьями обзавелись. И кажется, первая встреча была уже так давно, но как будто только вчера. Я работала в столовой. А я ходил кушать. И там познакомились так. Это была с первого взгляда любовь? Ну да. Можно сказать, да? Да, всё равно. Мы были как бы уже созревшие. Да. Ну, не молодые были. Ну, по 25. Да, по 24-25 лет было. Ну да, искорка сразу, да, идёт. Начинали свою супружескую жизнь с двумя чемоданами. Но трудности не боялись и всё преодолели вместе. Жизнь очень тяжёлая была, трудная. Не, она быстро, незаметно всё равно. Мы, да. 25 лет быстро как-то проскатили всё равно. Начинали с общежития. Общежитие на квартире, потом квартира. Потихонечку строили дачу. Построили дачу, потом получились. Продали дачу, купили дезитон. Потому что строили семейную жизнь на самом главном и прочном фундаменте. Один секрет – любовь. Любовь. Уважение, любовь. Без любви не будет семей. Да. И детей научили главному. Долгожданные дети, конечно. Любимые. Воспитали, в принципе, как раньше при советах. Это было в духе коммунизма. Правильных, честных, добрых, нежных. Привили любовь. Мы, думаю, достигли того, что мы хотели. На 50-летие Людмилы дочь с зятем подарили супругам путёвки в Париж. Это была первая поездка за границу. Супруги так увлеклись французскими достопримечательностями, что два дня не отвечали на звонки. Романтика и красота Парижа запомнилась навсегда. В соборе Нотр-Дам-де-Пари Андрей в заветной книге написал самое главное желание. Хочу внучку. И ровно через год родилась Стефания. Бабушкина и дедушкина радость. А потом в семье сына появился на свет маленький Даниил. Для полного и безграничного счастья. Хозяйка салона красоты Светлана с супругом познакомилась на работе. Он жил в Германии и приезжал в Анапу. А вскоре и совсем переехал. Невестку и зятя Яськовы любят, как родных детей. Чувствуем себя как дома, родные. Это очень важно. Близко мы общаемся. И мужа с семьей общаемся близко. Поэтому первый круг – это семья, а потом уже друзья. Поэтому за любым советом идем сюда. И в своих молодых семьях дети стараются брать пример с родителей. В этом году Яськовы отметят серебряную свадьбу. Но за доброту, понимание и любовь, за хороших детей, за правильную жизнь и общественную активность они давно заслужили золото. И вновь победа. Анапская команда уверенно набирает славу профессионального игрока. На стадионе «Спартак» состоялся очередной матч высшей лиги чемпионата Краснодарского края. Встречались футбольный клуб Анапы и команда ПСК из Динского района. Анапчане открыли счет уже на третьей минуте матча. И этим самым задали победный настрой всей игре. Атаки наших футболистов следовали одна за другой и почти вся игра проходила возле ворот соперника. Мы знаем, что наши болельщики от нас ждут красивой, зречной игры. Я думаю, мы их радуем нашими забитыми мячами и уверенно ведем к победе. А что будет дальше, мы пока не знаем. Во втором тайме игроки из Динского района все-таки сумели прорваться к воротам Анапы и забить гол. Но это не спасло их положение. Я гость этого города. Мне очень нравится спорт, в том числе и футбол. Мне нравится, как борются анапчане, как они играют. Технически, конечно, они выше Динской команды. Мы желаем им и в дальнейшем такую же хорошую игру показывать. Ну а мы будем болеть, поддерживать их. Я хочу, чтобы наша команда довелась самого высокого уровня, стала чемпионом Краснодарского края. Закончился матч со счетом 6-1 в пользу футбольного клуба «Анапа», который в настоящее время находится на верхней строке турнирной таблицы чемпионата со значительным отрывом от соперников. Совершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Во вторник, 7 июля, в Анапе малооблачно, небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем – 26-29 градусов со знаком «плюс». Ночью – до 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство «Кавказа». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин